ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВА РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ДОМ-Э. Добро пожаловать в гостиную Дома Экономиста, где об экономике знают всё. Автор и ведущий программы, президент ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ Сергей Патрунов, приглашает к беседе известных российских и зарубежных экспертов. ДОМ-Э. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я снова приглашаю вас в гостиную Дома Экономиста Вольного Экономического Общества России. Сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Ершов, член президиума нашей организации, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор финансового университета при Братисистии России. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый день, Сергей Петрович. Михаил Владимирович, центральные банки практически всех развитых стран ведут политику по эмиссии долгосрочных финансовых инструментов и ресурсов. И в целом по расширению так называемых длинных денег в своих экономиках. Михаил Владимирович, я знаю, вы полагаете, что Банку России, вы неоднократно выступали к этому поводу, нашему Банку России также следовало бы уделить внимание этому направлению, потому что воспроизводство длинных денег – это основа и инвестиций, и устойчивого развития. Мы сегодня поговорим об этом, почему, собственно говоря, без длинных денег не будет роста. Итак, первый вопрос, Михаил Владимирович. Нет длинных денег, нет роста. Так называлась ваша старшая известная совместная статья с академиком Абелом Гезвичем Аганубегианом, статья, публикованная в известном деловом издании. Так почему без длинных денег не обойтись? Мы все прекрасно понимаем, что проблема длинных денег, она является основополагающей на самом деле. И более того, мы также понимаем и помним, что эта проблема у нас в новой России находится, стоит на повестке дня, вот, собственно, с начала 2000-х годов. И более того, мы прекрасно, опять-таки, тоже понимаем, что чем более предсказуемой и чем более такой системной для рынка будет финансовое состояние и в валютном плане, и в длинных ресурсах, тем более прогнозируема будет как бы их экономическая деятельность. Что надо иметь в виду? Вот мы и бизнес, и регуляторы, и экономика в целом, мне кажется, мы немножечко скромничаем с точки зрения формирования длинных денег у себя. И, в общем, если бы мы пошли теми более активно, настойчивыми путями, которыми идут наши основные конкуренты, ведущие экономики мира, то я думаю, что проблема была бы у нас более эффективно решена. А возможностей, на самом деле, у наших регуляторов и у нашей экономики здесь достаточно много. Вот давайте, например, посмотрим. Валютная проблематика. Мы сейчас знаем, что в конце сентября все у нас обеспокоены новым витком обесценения рубля, валютного курса рубля. Ну, естественно, опять мы прекрасно понимаем, что чем выше волатильность рубля, то есть движение вверх-вниз, вверх-вниз, и чем выше, так сказать, тем сильнее тренд на обесценение национальной валюты, тем, конечно, будет меньше у длинных инвесторов желания с этим инструментом, с нашим рублем работать. Потому что кто же будет вкладывать свои ресурсы в длинную, в тот актив, который обесценивается? У наших регуляторов есть на то большие возможности в плане стабилизации ситуации на валютном рынке. Вот я сейчас предложу график нашим зрителям, который показывает, что российский рубль является одной из самых обеспеченных валют по сравнению с многими вполне уважаемыми валютами других стран, и японской иеной, и швейцарским франком даже, и уж тем более американским долларом, который совсем плохо себя с этой точки зрения чувствует. Что это фактически означает? Что если... Вот этот график показывает, какой из него можно сделать вывод, что если бы наш регулятор хотел, он бы на валютном рынке B установил тот диапазон колебаний и тот курс, который считается целесообразным. И, соответственно, платильность тоже решается одномоментно, очень легко, если регулятор говорит хотя бы рынку, что он считает, регулятор считает, нецелесообразно повышенную волатильность, и в случае, если рынок будет себя вести иначе, то регулятор должен, как орган, отвечающий за нормальное функционирование экономики, которое обеспечивает развитие для всех отраслей, при необходимости, может на этот рынок так или иначе войти и хотя бы хоть частично на рынке стабильность восстановить. Поэтому сразу рынок все это мгновенно уловит. Точно так же, если мы посмотрим на другие компоненты, они не менее, а может быть, даже и в чем-то столь же или даже более значимой денежно-кредитной и бюджетной политики. Точно так же, недавно напомню вам анализ материалов агентства ФИЧ, известного международного, которое сделало исследование совсем недавно, где рассмотрело большую группу достаточно таких сильных стран. Там были и страны БРИКС часть, Бразилия, Южная Африка, Индонезия, Индия и Россия. С точки зрения двух компонентов, по двум параметрам они рассмотрели, как у этих стран они себя ощущают в плане денежно-кредитной сферы с одной стороны и в плане бюджетной сферы с другой стороны. И там, и там, и в бюджетных компонентах, и в денежно-кредитных компонентах, Россия на первом месте. То есть они сочли, что и в сфере денежно-кредитной, и в сфере бюджетной, и у нас, у России, самые лучшие положения в сравнении с этими странами с точки зрения возможностей, маневров, и с точки зрения осуществления наших подходов и политики в сфере денежно-кредитной, и в сфере бюджетной. Поэтому еще раз, резюмируя коротко ответ на сейчас вопрос, что и в сфере валютной, и в сфере денежно-кредитной, и в сфере бюджетной у нас, у России, есть хорошие и пока еще мало используемые возможности с точки зрения того, чтобы обеспечить вот те механизмы, которые нам необходимы для того, чтобы обеспечить длинные инвестиции и длинные деньги. Скажите, какие наиболее перспективные, вы видите, вот у нас механизмы, ну, может быть, их перечислить, как-то это характеризовать? – Совершенно верно. Это очень системный, системный такой вот фундаментальный вопрос, Сергей Дмитриевич. На вот этом графике показано три баланса трех центральных банков. Американского, ФРС США, колоночка слева, соответственно, японского, банка Японии и нашего уважаемого банка России. График показывает, каким образом эти национальные банки осуществляют эмиссию своей национальной валюты. Эмиссию доллара, эмиссию иены и эмиссию, наш банк, эмиссию рублей. И видим, что у двух самых мощных финансовых систем мира, у японской и американской, на 90, почти 95 процентов, основу всей эмиссии составляют национальные, государственные бумаги, длинные, как правило, бумаги, своего Минфина. Что это означает? Опять говоря, уже более таким понятным, обычным языком, а не техническим. Что, по сути, эти экономики, эти центральные банки осуществляют ту самую, так называемую, денежно-промышленную политику, которая все более и более устойчиво проводит с последние годы ведущими странами. Так называемым industrial policy. Когда у вас не просто эмиссия, а там рынок разберется, а вот у вас эмиссия на ипотеку, а вот у вас эмиссия на малый бизнес, а вот у вас эмиссия на наукоемкие производства, а вот у вас эмиссия на региональные программы и так далее. То, что нужно национальной экономике. И вот если у вас в балансе этого центрального банка, ФРС, 90% с лишним занимают национальные, целевые и государственные бумаги, по преимуществу длинные, в США до 30 лет, в Японии до 40. Это означает, что на эти цели, на цели эмиссии, на ипотеку, на регионы, на космос, на все остальное, центральный банк дает экономике системный длинный ресурс. Ну, как бы, естественно, если экономика получает 30-летний ресурс. А сейчас, а сейчас, вот после пандемии, это особенно стало отчетливо, во время пандемии отчетливо проявляться, некоторые страны, например, Австрия, например, Бельгия, стали выпускать столетние облигации, облигации со сроком на 100 лет. Но, естественно, если экономика получает столетний ресурс от своего центрального банка, целевой, да еще, по всему прочему, ну, конечно, с этим столетним ресурсом есть много, что можно сделать. Пожалуйста, так сказать, тут же можно там переформатировать все эти процессы, как бы многократно, так сказать, используя то, что нужно. Причем у вас будет полное системное понимание, что деньги будут в экономике столько, сколько нужно. Потому что бумага, это держится на балансе центрального банка, но ее обратно, деньги свои не оттягивают из экономики вновь. То есть экономика получила столетний ресурс, или 30-летний, как в США. И так 30 лет эти деньги находятся там. Более того, бывают, были прецеденты, когда, например, срок бумаги истекал, и, по идее, нужно было деньги оттянуть назад, по идее. А деньги были экономике, нужны по-прежнему. Операция повторялась еще раз. Новые эмиссии, новый 30-летний ресурс попадает вновь, и все 30 плюс 30. Деньги превращались, по сути, в бессрочные. Ну, конечно, если вот такие подходы, самые зрелые финансовые системы, устойчиво практикуют многие десятки лет, ну, наверное, есть над чем подумать. И вопрос здесь же возникает. Не этими ли подходами эти экономики обеспечивают себе мощь и вот свои лидирующие позиции в мировой финансовой системе? И параллельный вопрос. Не связаны ли наши трудности, российские трудности, и вот с нехваткой длинных денег, и с их дороговизной, и с волатильностью валютного рынка, и вот со всеми теми вещами, о которых мы с вами неоднократно говорили, с тем, что у нас, в России, подходы диаметрально противоположные от тех, которые практикуются вот в этих наиболее зрелых и устойчивых финансовых системах мира? Что мешает нам? И как это сделать? Чтобы сделать переход вот от той системы, которая у нас, которая делает нас такими не очень устойчивыми и не очень, что называется, вот прочно стоящими в этом смысле на ногах, к той системе, которая успешно и многие десятки лет практикуется ведущими экономиками мира? В качестве таких государственных механизмов эмиссии длинных денег можно использовать государственные какие-то инструменты, которые могут иметь длинный характер. Это, конечно, очень правильно с точки зрения того, что мы бросаем в экономику длинные деньги. Но очень важно также и понимать, что для государства это государственный долг, и поэтому есть разные мнения по этому вопросу. Кто-то считает, что таких долгов бояться не надо, кто-то считает, что они могут нанести определенный ущерб нашей экономике, но я думаю, что здесь, как всегда, истина находится где-то в процессе исследования применительно к обстоятельствам. Вот по сегодняшней ситуации я хотел бы, чтобы мы послушали мнение одного из наших экспертов Никиты Ивановича Масленникова. Будет возрастать Госдолг. Бесспорно, будет возрастать за ближайшие годы. Скажем, в 2019 году это 12,7% ВВП, а в 2023 это будет уже порядка 21 год. Но давайте сравним. Соединенные Штаты Америки этот финансовый год закончится с госдолгом в 104% внутреннего продукта страны. У Китая около 70. У многих других стран тоже где-то у развитых экономик между 60 и 80. Поэтому мы по этому показателю одной из самых лучших, одной из самых защищенных позиций в экономическом мире. Есть и другая точка зрения. Давайте занимать как можно больше, так сказать, но занимать мы у кого будем? У своего собственной экономики, у своих субъектов. Иногда это просто необходимо, как в 20-м в 20-м году случилось. И сделали, сманеврировали удачно, ослабили, так сказать, глубину падения. Дальше увлекаться безудержно займами не стоило бы. Стоило бы поэтапно, спокойно снижать его дефицит бюджета до приемлемого уровня. То, что получается по этому году, это еще видно где-то 4,4% ЛВП, это не здорово. Но без такого дефицита мы бы не смогли профинансировать антикризисные меры. На них уже потрачено к настоящее время порядка 4 триллионов рублей, а это 3,9% главного внутреннего продукта России. Вот если бы мы не потратили бы эти деньги и стало быть не получили бы такой дефицит, то спад нашей экономики в этом году был бы глубже как минимум на 2% пункта. Вот если у нас сейчас прогнозируется 3,9%, то было бы больше 6%. Поэтому в данном случае дефицит оправдан. Потому что это необходимо. Другое дело, что нам нужно сокращать дефицит. На будущий год есть предложения, которые обсуждаются, будут обсуждаться сейчас в Государственной Думе, о снижении дефицита до 2,4%. В 22-м году уже до 1%. Но крайне важен бюджетный стимул для этого, который вот как раз в следующем году, особенно в 22-м году, будет стухать. Но это не слишком страшно, страшно, потому что если дефицит будет, скажем, 3,2%, но если мы получаем гарантированно 3 и более процентов экономического роста за счет этого, то это, в общем, вполне удачная тогда композиция, можно считать, как это успех. Михаил Владимирович, возвращаемся к вопросу о длинных деньгах с точки зрения их использования. Вот мы говорим, что экономика без длинных денег будет страдать. Вот это уже установленный, понятный, достаточно объективный фактор развития экономики. Но вот все-таки, знаете, деньги используются по-разному. Могут использоваться в целях, которые не важны с точки зрения развития, могут использоваться не очень эффективно с точки зрения того, какие сроки, когда и куда инвестировать. И много чего еще бывает в ситуации, когда мы получаем какие-то деньги, ресурсы, а проектов под это дело особых нет и так далее и тому подобное. То есть все зависит от многих-многих факторов. Вот как сегодня, вы понимаете, на вот такую перспективу несколько лет вперед, допустим, сейчас план развития экономики принят. с целью национального развития, которое президент объявил с точки зрения вот исполнения этих задач. Как эффективно использовать длинные деньги? Статья, которую вы упомянули, Сабил Гердович, мы пишем там и о наукоемких всяких производствах, и о инвестиции в человеческий капитал, потому что мы прекрасно понимаем, что, конечно, люди — это самое главное. Особенно сейчас, когда мы в условиях пандемии почувствовали, что, так сказать, если люди будут себя чувствовать плохо, то и вся экономика будет тем более себя чувствовать плохо. Это тем более мы поняли, хотя мысль была понятна и до того, но просто сейчас мы это уже видим, как говорится, вот воочию на практике. Поэтому и инвестиции в экономику знаний, и инвестиции в здравоохранение, экономика образования — все требует длинных, устойчивых ресурсов и более того. Тут фактор такой двойной еще возникает. Во-первых, у вас, как у нас, у всех, как у населения, возникает большая-большая уверенность, что называется, в завтрашнем дне, и мы начинаем уже более активно участвовать в экономической жизни своей страны, своей экономики. Повышается наш спрос, которого сейчас, к сожалению, мало. Проблема отсутствия спроса, проблема тоже довольно долгая, последних лет, 5-6 лет у нас в России. А так мы будем чувствовать, что мы все-таки уже становимся более активными участниками, первое. И второе, повышается наша удовлетворенность тем, что происходит, то есть повышается фактор социальной стабильности. Мы ощущаем себя более комфортными в этой системе координат. А что касается самих технологий движения средств, ну, чтобы они не были растрачены бесцельно или там не были украдены, ну, наверное, здесь, конечно, уже есть отшлифованные так или иначе отработанные механизмы технологии движения, ресурсов через казначейство, через спецсчета, через спецбанки, которые, ну, на этом уже, как бы, не первый год функционируют. Но это с точки зрения того, что мы бы не дали эти деньги увезти, условно говоря, в теневой сектор куда-то. Или использовать не по назначению, например, на валютный рынок, где будет, как бы, опять все это дело расшатываться, как бы, и все будет дестабилизироваться, то, о чем мы говорили в начале передачи. Совершенно верно. То есть, чтобы он был целевой, обеспечить целевой характер движения и использования средств. Мы с вами наблюдаем очень важный эффект, важный момент. Дело в том, что сама по себе эмиссия длинных денег, их использование и так далее, значит, панацеей так не является, если это сделано в отрыве вот тех структурных преобразований, от тех вещей, которые необходимы для развития экономики в других элементах и частях. Вот, в частности, вот не только что вы сказали о спросе, так. Ну, хорошо, замечательно, что спрос действительно поддерживает развитие экономики, экономический рост. И понятно, вот здесь четко пояснили, в чем здесь роль длинных денег, как это может быть связано с этим фактором. А вот есть ли еще какие-то дополнительные механизмы экономического роста, которые так или иначе упираются в длинные деньги, потому что длинные деньги это, ну, как бы, длинная жизнь. Ну да, совершенно верно. Ну, конечно, опять комплекс, комплекс всех вещей, которые нужно иметь в виду, это и процентные ставки, и всякие спецмеханизмы, и спецпрограммы, и все то, что, в общем, мы неоднократно говорили и говорим. Но здесь я еще раз хочу подчеркнуть вот такое обстоятельство. Все-таки общая финансовая стабильность. И вот в качестве иллюстрации, конечно, здесь рынку важно понимать с точки зрения работы с длинными деньгами, насколько стабильны перспективы этой среды, этого рынка. Я вот напомню, опять, скорее, в контексте валютной проблематики вот такой интересный эпизод. Он печальный, к сожалению. Но все-таки с точки зрения финансового регулирования он интересен тем, что как опять восстанавливается финансовая стабильность. Когда вот были эти события, связанные с башнями и близнецами в Соединенных Штатах, катастрофа там чудовищная, рынок, естественно, закрылся. Но потом, когда рынок открылся, американский рынок, то объем рефинансирования, который ФРС предоставила своей банковской системе, американской банковской системе, в первый же день работы рынка превысил обычные объемы более чем в 200 раз. То есть вот за один день сразу ФРС увеличил рефинансирование для своих американских банков в 200 с лишним раз за один день по сравнению с обычным объемом, который вот был до этой катастрофы, до этого кризиса. Ну и рынок с трудом, но плюс ставки были опущены вниз резко, плюс спецликвидность была тоже введена. И рынок через несколько там неделю, две, три уже потихонечку стал от этого шока оправляться и стал восстанавливаться. Это я к чему говорю? Что вот такое спец, специальные меры по восстановлению стабильности на рынке, они очень могут даже в таких шоковых ситуациях добавить рынку стабильности и устойчивости. И в условиях вашего вопроса о длинных деньгах, это тем более важно. И когда эта длинная перспектива не будет нарушаться какими-то вот такими короткими эпизодами провалов вверх-вниз, вверх-вниз, которые мы наблюдали вот последние, в том числе, сентябрьские дни на рынке, валютные, и которые, конечно, подрывают доверие и устойчивость и к валюте, и к финансовой системе, и вообще ко всем процессам инвестирования и так далее, кредитования, то все это, конечно, вот крайне важно. Именно поэтому регулятору очень важно показывать свое внимательное присутствие на рынке. И когда регулятор с рынка уходит, пускает все как бы якобы на самотек. Ну, естественно, рынок теряет систему ориентации. И вот сейчас, условно говоря, вот мы сейчас все обеспокоены медицинскими проблемами. Это одно и то же, по сравнению вот с той ситуацией, о которой я сказал, как если бы врач сказал больному, знаешь, ты там на собственные силы опирайся, я вот как бы тебе пока буду находиться рядом, помогать тебе пока не буду. Ты там важен тебе самому, дисциплину как бы самовоздоровления иметь. Ну, вообще, по идее, на то врачи есть, что помогать больному, и на то регулятор есть, что помогать рынку в случае, когда рынок чувствует себя плохо. То есть рынок заболел, и регулятор должен рынку помочь. Рынок тоже такой же, по сути, почти живой элемент и живой механизм. Поэтому с ним, наверное, тоже обращаться, вот давая ему устойчивость понимания того, как все это есть. Тем более в случае с длинными деньгами, которые сидят на такие, еще раз, длинные деньги, чем специфика их. Длинные такие вот системные проблемы. Ведь тут репутация, устойчивость. Вы репутацию долго зарабатываете, и очень быстро можете ее разрушить. Поэтому вам нужно как регулятору, как всем участникам, вести себя очень последовательно, не меняя радикально свои подходы от тех, которые были раньше. Чтобы все понимали, что как было, так оно и будет. Чем больше будет такая перспектива устойчивости и движения в обозначенном направлении, с учетом всего набора инструментов, огромного набора инструментов, бюджетных, процентных, денежно-кредитных, валютных, которые у регулятора есть, а у него их в изобилии, тогда рынок по-настоящему будет себя чувствовать хорошо. Поэтому здесь просто нужно немножечко поменять, я бы считал, идеологию этих настроев рынку. Тем более, повторяю еще раз, что у нас, у России, есть все необходимые ресурсы и все необходимые возможности, чтобы на рынке установить благоприятную, комфортную среду для всех участников. И когда мы эти возможности имеем, но почему-то ими очень робко пользуемся или не пользуемся вообще, это вызывает скорее недоумение. И поэтому я считаю, что все те задачи, которые перед нами сейчас стоят, они становятся все более и более актуальны и более и более остры. После пандемии, я думаю, они будут только возрастать, их объем и актуальность. И все те, которые перед нами стоят и которые перед нами ставятся руководством страны, президентом о всех наших системных документах, мы вполне их можем решить, но только это нужно потребовать неких вот таких более активных, более сфокусированных подходов и у участников рынка, и у регуляторов, и у всех нас. Я считаю, что из всего того перечня мер, которые вы сказали, мне хотелось бы подчеркнуть две очень важных вещи. Первое – это инвестиционный процесс, менее экономический, чем психологический. Почему? Потому что инвесторы всегда принимают решения на длинную перспективу инвестиций, особенно крупные институтурные проекты, о чем сегодня мы, в общем-то, говорим, для нашей экономики самое важное. Это крупные проекты в сфере промышленности, индустрии, особенно сложных во всей сфере индустрии. Это длинные, длинные проекты. И рассчитывать на то, что инвестиции вернутся, что будет рентабельно соответствующее, можно только в условиях более-менее приличной стабильности, меньшей волатильности рынков, в том числе финансовых рынков и так далее, и тому подобное. Потому что в финансовых рынках получаются финансовые ресурсы, ну и прочее, прочее. Поэтому, конечно, вот длинные деньги, они придают устойчивости экономике и надежности инвестиционного процесса. Что, собственно говоря, есть один из важнейших толчков развития экономики. Об этом нам говорит наш постоянный участник наших дискуссий, академик Аганбигян, о котором мы сегодня говорили. И это было подчеркнуто на Московском Академическом экономическом форуме в этом году, в мае месяце. И это было подчеркнуто неоднократно на наших сессиях ВЭО. И я считаю, что это абсолютно правильное наблюдение и правильная закономерность, которую необходимо обязательно учитывать в разработке мер по развитию нашей экономики. Очень важна сама по себе устойчивость не только для инвестиционного процесса, но и для того, чтобы принимать субъектом экономической деятельности правильные решения, ориентируясь на те устоявшиеся или установленные, или какие-то более-менее стабильные правила и нормы, которые есть в экономике. А опять же, она может только быть стабильной, устойчивой, если в ней есть длинные-длинные какие-то некие такие, условно говоря, столпы, на которых она стоит. И вот в этом плане, конечно, Центральный банк выполняет такую определенную функцию такого надзирателя, поведения на этом рынке и поддержки этого рынка. И, конечно, мы считаем, что движение в эту сторону у нас идет. Зависит это не только, конечно, от Центрального банка, зависит от решений правительства, от того плана мер, который сегодня реализуется в стране, но и зависит от того, как мы будем себя чувствовать в мировой экономике. Я благодарю вас за интересную беседу. Уважаемые телезрители, желаю вам здоровья, финансового благополучия, устойчивости ваших личных экономик. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»